Приветствую вас, как вы понимаете, дело совсем не в прошлом муже, дело совсем не в нём, и как вы понимаете, дело не совсем даже в вашем прошлом. То есть вот знаете, очень интересный вопрос, почему своё прошлое вы приняли, да, как говорите, вы своё прошлое приняли, а прошлое муже принять не можете. Чем отличается ваше прошлое от прошлого муже? Начните для начала с такого аспекта. В чем разница? Какая разница? Что прошлое вашего мужа, что вас забросило, что у вас был мужчина, что у него была женщина, что у вас есть дети от предыдущего брака, разница там в чём. Подумайте, то есть в чём реально, в чём реально различие между вашим и его прошлым. это первое, первый аспект. Второй аспект. Я прочитал ваш первый вопрос, который вы задавали. Ну, на нашем ресурсе. То есть первый вопрос, он был связан, связан немножко с другим. Первый вопрос был связан с тем, что вы хотите вырастить мужчину. Вот. То, что ваш муж, первый муж, на вас, значит, кричит, кричит, кричал, грубил вам, ну и так далее. Это свело себя негативно. Вот. То есть, меня заинтересовал ваш вопрос. Потому что в нём я увидел связь. с тем, что происходит у вас сейчас. Вы по какой-то причине согласились терпеть негативные отношения к себе вашего мужа. То есть, вот какое-то основание было. Ради ребёнка? Может быть, но нет. Потому что ребёнку вы столько вредили, и вы это сами, сами, ну вы это сами, в принципе, знали. Вы сами знаете, что вы вредили своему ребёнку. Поэтому я не думаю, что вы делали это ради ребёнка. Вот. Скорее всего, вы это делали для себя. Скорее всего, вы это делали для себя. То есть, скорее всего, вы пытались отношения ваши удержать. Именно ради себя. Вот. Ради того, чтобы не потерять то, что вам, ну, то, что вам важно, что вам ценно и так далее. Вот. Был либо страх у вас, страх остаться одной. Например. Либо, может быть, было что-то ещё. Тогда. В тот момент. В тот момент. Но причины, как причины, какие-то были. Какие-то причины того, что вы терпели такое поведение, к тебе были. Важно, 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 важно понимать это и отдавать себе отсчёт. В том, что причина, по которой вы сейчас не можете принять своего мужа, да, ну, прошлое своего мужа, скажем так. Причина этого кроется в прошлом вашем, с которым вы измерили, но которая оставила у вас, вероятно, неизгладимые рубцы. Ну, например, это может касаться, допустим, того, как вы себя воспринимаете. Это может касаться, касаться, например, того, что вы о себе думаете. Это может касаться ваших страхов. Это может касаться вашего мотива быть с мужчиной. Вместе. Уже теперь со вторым мужем. Вместе. Понимаете? То есть это всё история про это. Про то, что вы для себя вынесли в качестве опыта. Дальше. С вашей проблемой, Анна, не нужно справляться. То есть вот, ну, в прямом смысле этого слова, да, с проблемой вашей справляться не нужно. Именно справляться с проблемой. На мой взгляд, достаточно будет, если вы раскроете, что стоит за ней, и будете это не подавлять, как вы хотите этого сейчас. А наоборот реализовывать. Взяв личную ответственность за свои чувства. Взяв личную ответственность за свои желания. Взяв личную ответственность за то, что вы сами хотите. Вот. Ну, понятно, что это требует определенной работы над собой. Это понятно. Я надеюсь. И так. Вы пишите. Я замужем. Смотрим отношения хорошие. Любим друг друга. Никаких претензий или проблем в отношениях нет. Но пока еще живем в разных городах. И поэтому увидимся лишь два-три раза в месяц на выходных. Соезжаться планируем чуть позже. Анна, у меня вопрос. Если вы вместе не живете, то был ли у вас вообще опыт совместного проживания? У вас был или нет? Потому что если опыта совместного проживания у вас не было, то совместное проживание с мужчиной, по сути, для вас будет означать, ну, скажем так, чуть ли не шаг в никуда, шаг в пустоту, к сожалению. Вот. Поэтому я очень рекомендую вам на эту тему обратить внимание, почему вы вышли замуж за того, с кем вы живете в разных городах и с кем у вас нет возможности быть вместе. Почему вы выбрали этого человека себе мужья? Насколько вы друг друга хорошо знаете? Вот. А, значит, насколько вы близки с мужем, опять же, что вас объединяет между собой? Вот. Ну, согласитесь, довольно странно, что вы хотите быть с мужчиной, да? Вы хотите быть с, ну, с человеком, да? Вот. Вот. Вы хотите быть с человеком. Но при этом, при том, что вы хотите быть с человеком, при этом, вы даже с его ребенком незнакомы. Я не обвиняю вас, но просто хочу, чтобы вы этот момент для себя поняли, что это странно. Вот. И с этим нужно работать. С этим нужно работать. То есть что-то здесь явно не так. Дальше. У нас с собой годы второй брак и здесь у тебя первого брака. Смотрите. И если вы, если, если вы выстраиваете отношения, то есть новые брачные отношения вы выстраиваете, то, как правило, у многих супругов есть такое ощущение, возникает ощущение. Что, мол, вот, я, значит, ну, первый брак у меня не получился, значит, теперь я уже такой ошибки больше не совершил, да? Вот. И, соответственно, в этом браке у меня уже все будет хорошо. То есть что это такое? Это завышенные ожидания, завышенные ожидания брака, которые вам могут, вам могут навредить, к сожалению. Поэтому, поэтому, для начала необходимо убедиться, что ваши отношения, прошлые, прошлые отношения были завершены. Без этого, без этого, вот, именно без данного аспекта у вас могут быть серьезные проблемы. Потому что, потому что вы будете ожидать от другого человека того, что, ну, например, не добавил вам ваш первый муж. Муж. Дальше. Так, я со своим просим смирилась, и оно меня не волнует. Хорошо, что вы смирились, но не уверены, что сделали необходимые выводы. Прошлая мужа, причиняя мне боль, и очень сильно меня угнетает. Чем? И чем конкретно вас это угнетает, Анна? Вот чем вас это увлекает, угнетает? Давайте подумаем. Ну просто, давайте подумаем, чем вас это угнетает? Чем вас это может угнетать? Какие чувства вызывает это у вас? Именно у вас. Это важно. Не у кого-то другого, да, а именно у вас. Вот. Ведь чувства испытываете вы, как бы, Ну, если вы будете, значит, ориентироваться на свои чувства, да. Если вы будете ориентироваться на твои ощущения, то вы легко можете понять, что вас беспокоит. Так что давайте посмотрим на ваши чувства, о которых вы здесь, кстати, не говорите. Вы пишите, я понимаю, что это глупо, но никак не могу с этим справиться. А что глупо-то? То, что вам, например, больно или то, что вам неприятны определенные вещи? Что в этом глупо? Это ДОСы вас волнуют, а вы обесцениваете. Если по такому же принципу вы миритесь со своим прочным, то извините, но я не уверен, что вы смирились до конца. Вот вы меня извините, да, но я не уверен. что в прошлом не мирятся, его осознают. это очень важное, это важное различие. Вот. За него, за прошлое, себя не обвиняют, как это делаете вы, опять же, а его стараются раскрыть. Поэтому ответьте мне, пожалуйста, на вопрос такой. Как часто вы говорите себе о том, что то или иное глупо для вас? То есть, то или иное обесценивается вам. Дальше, значит, никак не могу с этим справиться. И не справиться, справляться с этим не нужно. По обробности его прошлых отношений, как он ради нее переехал в другой город, как делали в месте ремонта, как участвовал в роде, как не хотел развода, оставил для нее абсолютно все имущество, все это причиняет мне боль. А именно, понятно, что больно. А именно, а именно, в чем именно эта боль заключается? В чем конкретно эта боль заключается у вас? Что вы конкретно чувствуете? Вот конкретно прям, что вы ощущаете? Ведь что-то же есть, наверное, боль же как-то вами идентифицируется, правильно? Ну, наверняка. Наверняка. Наверняка боль как-то вами идентифицируется. Вот меня интересует, как именно. Меня очень интересует, как именно идентифицируется вами боль. Вы говорите, я постоянно сравниваю себя, значит, с ней. А почему? Почему вы постоянно сравниваете себя с кем-то? Откуда это пришло у вас, сравнение себя с кем-то? Почему вы считаете, что это вообще нормально сравнивать себя с другим человеком? Ведь вы абсолютно разные вещи. Получается, что вы не считаете, что вы разные люди, что у вас есть, ну, у каждой из вас есть своя индивидуальная стандартная. Получается, что вы свою индивидуальность, свою уникальность, свою значимость. А вы принижаете. Получается. Ну, получается так. Так вот, и давайте подумаем. Если это так на самом деле действительно, если вы действительно принижаете себя и не чувствуете себя значимой в, ну, допустим, в полной мере, да, то с чем это может быть, опять же, связано? Конкретно. С чем это может быть связано? Что вы себя принижаете? Дальше. Ага, то, что вы не чувствуете себя значимой или неуверенным в себе или что-то еще, да? Вот. Ответственности за это, конечно, ваш муж не несет, вы это понимаете. Но от этого менее глупым, менее глупые ваши позиции не становятся. Понимаете? Это нужно понимать, в этом нужно отдавать себе отчет. Вот. В этом нужно отдавать себе отчет очень хорошо. Дальше. Следующий аспект. Дальше. Не боитесь ли вы потерять своего мужчину? Может быть, вы все-таки, все-таки боитесь его потерять? Если так, то почему вы боитесь его потерять? Подумайте об этом. Это очень важный момент. Вот. Это очень важно. Поэтому. Поэтому. Отметьте это для себя. Дальше. Идем. Так. Я постоянно транс на себя с ней переживаю, что те чувства, которые он испытывал, не сильнее тех, которые перед ко мне. То есть. Что получается, Анна? Вы чувствуете себя. Боитесь. 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 Боитесь, что вас не будут любить. Получается. То есть. Вы опасаетесь, что к вам не будет такого отношения, как к ней, например. Вопрос у меня только один, опять же. Исходя из того, что вы пишете, я могу сказать, что вы себя, ну, обесцениваете и не принимаете до конца. Такой? Какая вы есть? Давайте подумаем. Все-таки. Что именно вы себе не принимаете? И почему? Это очень важный, на мой взгляд, момент. Дальше. Я впервые столкнулась с таким чувством, как ненависть. А ненависть здесь, в общем-то, понятно, потому что все дело в том же, что это вас лишает комфорта. Вот. И поэтому возникает ненависть. Что это ненависть, как защитная, в данном случае, реакция на, ну, на то, что вам, скажем так, плохо. Так вот я ненавижу то, что не позволяет мне чувствовать себя комфортно. Вот. Правда? Правда. Правда. Это, опять же, безответственность по отношению к себе. То есть, лучше я буду ненавидеть, там, допустим, ну, например, других людей, да, лучше я буду ненавидеть других людей. И всем я буду брать на себя ответственность, да, и что-то делать. Ну, что-то делать я имею в виду из того, что мне нужно. Для себя, опять же, ненавидеть легче. Вот. Но это совершенно не дает никакого результата для вас, как вы могли увидеть. Дальше. Нет, я не хочу, чтобы муж решился, что я истеричка, пытаюсь как-то объяснить им свои чувства, но понимаю, что проблема лично мне и в моем восприятии. Нет, ну, то, что вы рассказываете ему о своих чувствах, это здорово. В принципе. То, что вы говорите ему о своих чувствах, это прекрасно. Я считаю, это великолепно. Что-то вы говорите ему о своих чувствах, это здорово. Другое дело, другое дело, да, что, к чему это приведет, опять же. Мужчина изменить не может все, что он скажет вас устроит. Вряд ли. И если вас это не устроит, то вы будете по-прежнему, значит, как-то вот себя изводить, понимаете? Поэтому тут вот нужно все-таки поработать именно с вашими чувствами. Меня-то что конкретно задевает? Мне-то что у них не хватает? Попрепенность в чем я чувствую? Вот это, пожалуй, то, что важно. Ну. Довольно вам понять. Для себя, опять-таки. Да? Понимаете, о чем я буду говорить? Я надеюсь. Дальше. Идем. Так. Переживаю, как все это может отобразиться на общении с ребенком мужа. Я еще с ним не знаком. Но хочу, чтобы в дальнейшем он приходил к нам в гости, чтобы у нас были нормальные дружеские отношения. Ребенку в 7 лет. Вы меня, конечно, извините. Я, может быть, чего-то не понимаю. Вот. Но, несколько странно, что ребенок будет приходить к вам в гости. То есть, ну, тут, конечно, вы можете сказать, что мы договорились так с отцом. То есть, с вашим мужем, это здорово, если это так. Но, понимаете, вот опять же, да? Опять же. Вы переживаете по этому поводу, да? То есть, вас вот все это беспокоит. Вас все это прямо очень напрягает. Вам это все прямо очень, очень так болезненно. Вот. Но. Опять же, да? Опять же. Вы подумайте. А болезненность в чем, в чем? Вот конкретно, да? В чем болезненность? Для вас. Вот именно для вас в чем болезненность? Этой историей. Дальше. Смуль вместе уже полтора года, месяц как поженились. Спасибо, очень надеюсь на ваши советы. Я думаю, вы предстрелите свои желания. Вот. Я думаю, что вы предстрелите свои какие-то какие-то, эээ, по правильности в своей цели, за счет мужа, вот, я не могу сказать, к сожалению, что вы своего мужа любите, вот, никак не могу это вам сказать, потому что, ну, лично мне кажется, что вы его не любите больше, чем любите. Я вас, ну, не обвиняю в этом, вот, я вас не обвиняю в этом, я просто хочу указать, да, указать на какие-то ошибки, вот. Давайте задумаемся, с чем у вас все-таки проблема? С чем? С уверенностью в себе, с самооценкой, с чувством собственной значимости, с любовью к себе, к себе. С чем проблема у вас? Выясним, выясним это, и сможем понять, что делать дальше. сможем понять, как, как вам поступать. Вот. Вот и все. Вот и все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Вне зависимости, точнее, в зависимости от того, какая у вас сложность и в чем у вас проблема, можно будет уже непосредственно вырабатывать стратегию дальнейшей работы. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...